Сегодня у нас будет первая часть из нашей поездки по Чернобыльской зоне отчуждения. Мы прямо сейчас находимся в городе Припять на главной площади. И сейчас вы посмотрите первую часть видео, которое мы снимали в несколько заходов. И постараемся максимально подробно и интересно рассказать вам про Припять, про ее окрестности, про то, что здесь происходило и что для чего использовалось. Мы, конечно же, постараемся быть самими собой, но, знаете, место само собой подразумевает, что мы будем немножечко более серьезными, чем всегда. Надеюсь, что вам такой формат зайдет. Ночью 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции, которая расположена вблизи города Припять, произошла авария. Взорвался реактор 4-го энергоблока, что полностью изменило жизнь огромного количества людей и населенных пунктов. С последствиями этой катастрофы боролись более 600 тысяч человек. И этот процесс продолжается до сих пор, по прошествии более 30 лет с момента аварии. Огромная территория, включая большое количество сел и даже городов, оказалась непригодной для жизни. И более 115 тысяч человек были вынуждены оставить свои дома. Предполагалось, что временно. Образовавшаяся 30-километровая зона отчуждения находится всего в 70 километрах от столицы Украины, Киева. Я всегда хотел попасть сюда, но не просто как турист, которых это место в последние годы привлекает в огромных количествах. Я хотел погрузиться в ту атмосферу, которая тут царила до, во время и после 26 апреля 1986 года. Поэтому мы сделали несколько заходов для того, чтобы почерпнуть как можно больше информации и поделиться ею с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Наше видео сегодняшнее начинается от этого места. Это КПП детятки. Мы сейчас поедем в зону отчуждения и покажем вам эти по-настоящему исторические места. Мы приехали сюда с Саней, приехали на нашем автомобиле. Мы уже на территории и будем находиться здесь следующие два дня. То есть мы здесь будем и ночевать. Честно говоря, я очень долго мечтал сюда попасть. Я первый раз в зоне отчуждения. Постараюсь вам как можно больше рассказывать интересной информации. Возможно, кто-то из вас здесь был. Но знаете, для меня это место по-настоящему особенное. И несмотря на то, что оно находится по сути близко к Киеву, мы здесь впервые. Хотя это одно из самых популярных туристических мест в Украине. Сразу предвещаю вопросы о радиации. Потому что люди будут спрашивать, не страшно ли, не страшно ли на своем автомобиле. Дело в том, что с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции прошло уже более 30 лет. А период полураспада Стронция и Цезия, он как раз таки составляет 30 лет. Поэтому на данный момент, начиная с 1986 года, уровень радиации в этих местах упал в 20 тысяч раз. Сейчас мы проезжаем первый большой достаточно населенный пункт. Это село Залесье. Это было самое большое село в этом районе. В нем проживало почти 3 тысячи человек. А в сумме из зоны отселились 188 населенных пунктов и более 100 тысяч человек. Таблички сел здесь непривычные для нас. Вроде как бы и белая табличка с черной рамочкой. Название села есть, но под ней есть еще информация о том, сколько здесь жило людей до катастрофы. И дата, когда это население было эвакуировано, а также куда. А вон то, друзья, уже за деревьями РЛС. За горизонтная радиолокационная станция Дуга-1, к которой мы едем первым делом. Перед РЛС мы проезжаем еще один блокпост, контрольный пункт. И здесь даже есть специальное оборудование, которое измеряет радиоактивное излучение. И на выезде из 10-километровой зоны нас тоже будут проверять. И, собственно, вот после этого контрольного пункта мы находимся официально в 10-километровой зоне отчуждения. Вы можете видеть рыжие деревья. Это не последствия радиации, потому что рыжий лес был закопан под себя же. Это последствия пожаров, которые были в этом году. Самый масштабный пожар был за всю историю существования вот этой зоны отчуждения. По официальным данным, в этом пожаре сгорело 5% леса. По неофициальным, как некоторые говорят, около 80%. Вот так, друзья, выглядит лес после пожара. Ребятки, лошадь Пржевальского, а даже две. Там целое семейство. Это был вымирающий вид. И в 98-м году сосканий новой сюда завезли 10 экземпляров этих особей. И на данный момент они прижились, и их популяция здесь составляет более 200. В одном кадре получается и грусть, и радость. С одной стороны, живущая популяция достаточно редкого вида животных. С другой стороны, полностью выгоревший лес. А вот перед нами и большая 150-метровая антенна стоит. Также есть пониже 90-метровая. Длина ее 750 метров. Таких было создано всего три. Одна находилась в Николаеве, тестовая. Одна в Комсомольск на Амуре. Но их уже распилили в 90-е. А вот эта, единственная, которая осталась. Созданы они были для раннего обнаружения старта межконтинентальных баллистических ракет. И тогда это была как раз холодная война. Соответственно, противником были Соединенные Штаты Америки. Однако не буду углубляться в то, в чем не сильно разбираюсь. Но из-за совокупности некоторых факторов и различных шумов, которые улавливали эти антенны, улавливать одиночные запуски они не могли. А только целую серию залпов. Интересная пасхалочка в виде HBO. Кто вдруг не знает, а я думаю, что знают все, HBO сняли сериал или многосерийный фильм про Чернобыль. Это за все эти года единственная компания, которая максимально близко, хоть это и не документальный фильм, а все-таки художественный, передала все, что здесь происходило. Особенно в последней серии, где показали причины того, что произошло. Если вы еще не видели, то обязательно посмотрите. Несмотря на то, что сам сериал здесь не снимался, создатели здесь были. Хотя процентов 80 сериала было снято в Литве и часть на Троещине. Это городок, который был построен именно для этой антенны. Но все было максимально скрыто, и поэтому во всех документах этот город обозначался как Чернобыль-2. Чтобы не возникало лишних вопросов. Даже от тех, кто здесь служил, информация скрывалась. Конечно, они видели это сооружение, но не было понятно, что это такое. И здесь вот на столовой вы видите, что там написано «Радиоцентр дальней связи». Но по сути ничего стратегического эта надпись не несет. Давайте посмотрим, что внутри находится. Здесь была техника. Это гаражи. И очень символично то, что угарный газ опасен для жизни. Мы действительно часто переживаем про те вещи, которые наносят нам намного меньше вреда, чем другие, которые находятся под носом. Очень хорошо видно, как деревья уже проросли из крыши. И это вроде и красиво, но мы же понимаем, что без человеческой деятельности природа очень быстро вытесняет все, что делал человек. И в любом случае побеждает его деятельность. Так корни прорастают, разрушают покрытие. Вода протекает, зимой замерзает и разрушает здание. А сейчас мы находимся в помещении автошколы, где обучали солдат, у которых не было прав. Интересно то, что вот это все не наведено. То есть здесь ничего не реставрировалось после катастрофы. И посмотрите, как хорошо сохранилась вот эта картина. Я не знаю, как вы, я посмотрел очень много видео про Чернобыль, но вот этого я не видел всего. Я даже не подозревал, что такое есть. И сюда было интересно попасть. Здесь есть вот такая рельефная карта. Ну естественно она уже подушата, но тем не менее, где, я так понимаю, тоже рассказывали, как и что происходит на дорогах. Насколько, конечно, масштабное сооружение. Мы сейчас с задней его стороны, лицевая смотрит в ту сторону. И угадайте куда? Конечно, в сторону Соединенных Штатов Америки. Вот это, друзья, учебно-тренировочный центр для сбора информации, для ее расшифровки. Ну информация, которая прилетала с Соединенных Штатов. Вот это вот шкафы для хранилища данных. То есть, по сути, здесь хранились по-нашему винчестеры. А вот это контрольный учебный центр. Здесь, по сути, ничего не работало, но светилось. Кнопочки можно было нажимать. А главное, здесь есть расшифровки, от каких ракет они защищались. Некоторые до сих пор еще есть на вооружении в некоторых странах. Но большинство выведены из эксплуатации. Есть расшифровка работы, собственно, этой всей системы РЛС. Вот диаграммы, как передается сигнал, откуда отражается. Видите, там слово ионосфера есть. И это еще Никола Тесла предполагал, что если научиться взаимодействовать с ионосферой Земли, то можно передавать информацию на большие расстояния. Что, в принципе, и пытались сделать при помощи РЛС. Вот эту конструкцию и ту, которую в Комсомольске на Амуре, называли еще русский дятел. Но это работало только в тестовом режиме, в учебном, так сказать, а та в полноценном. То есть это на боевом дежурстве не находилось. Почему ее так назвали? Потому что когда она работала, мощность была такая, что во всех радиоэфирах был ощутим такой треск, который был похож на дятла. Именно поэтому так назвали. Кстати, она еще и мешала авиационному оборудованию. Был момент, когда Советский Союз попросили выключить эти устройства, хотя не знали, что это, но мощность была достаточная, чтобы понять, что что-то точно есть. Тогда в СМИ в Соединенных Штатах даже появлялись публикации о том, что, мол, Советский Союз сошел с ума, они там разрабатывают технологии для контроля над сознанием человечества. Кто-то думал, что это какие-то устройства для контроля погоды. В Норвегии даже пытались разработать что-то похожее, чтобы пускать все в противофазу тому сигналу, который улавливали приемники. Но так у них ничего не получилось. На самом деле было три эшелона ракетного щита Советского Союза. Первый это спутники, ну это 60-70-е годы, до этого еще какой-то промежуток времени должен был пройти. Это промежуточный эшелон ЗГРЛС, загоризонтная радиолокационная станция. И третий эшелон это надгоризонтные локаторы. И можно подумать, зачем их целых три. На самом деле все просто для того, чтобы исключать ошибки. И одна из ошибок, то ли по легенде, то ли, ну вы знаете, эта информация, скорее всего, никогда не будет всем точно известна, произошла конкретно здесь. Произошла вспышка на солнце, и антенна распознала ее как массовый залп ракет. Но часть офицеров оказалась достаточно умной, и как бы распознав это, они ни о чем не сообщили. Правда это или неправда, никто не знает. И интересно то, сколько стоил вот этот один комплекс Советскому Союзу. По предварительным оценкам, только вот этот стоил более 7 миллиардов советских рублей. Рубль тогда стоил дороже доллара. Для сравнения, Чернобыльская атомная электростанция обошлась в половину этой стоимости. Но как бы это не работало, атомная электростанция работала, но как бы это не работало и никому вреда не принесла, а то принесло. А вот здесь еще сильнее спрятано в лесу градирни для охлаждения оборудования, которое там работало. Вот так эти градирни выглядят сверху. Здесь даже сохранилось еще асфальтированное покрытие. Но естественно вот туда я ходить уже не буду, потому что как видите, оно уже в сильно аварийном состоянии. А вот это, друзья, здание КВЦ, командно-вычислительного центра. Конкретно вот это помещение, оно отвечало за управление всей водой, охладительной, питьевой, пожарной безопасностью. Вот здесь этими полосочками, которые подсвечивались, показывалось, где какая циркуляция сейчас происходит. Вот это пульты управления были. Но интересно выглядит вот эта инсталляция с земным шаром. Вон та дыра, это солнце, здесь звездочки подсвечивались. Вот это ионосфера. Интересно то, что, естественно, это все рисовалось от руки. Любой солдат, который умел рисовать, сразу направлялся куда-то. Или сюда, или вот туда, где мы уже видели. Класс партийно-политической работы с личным составом боевых расчетов. Что это такое? Это комната для просвещения. Политпросвещение. Здесь как бы агитация против Соединенных Штатов. Цитаты Ленина, вооруженные силы США, оружие агрессии, угроза миру. Все от руки писано. Видна даже разметочка. А здесь организационная структура стратегического авиационного крыла ВВС США. А вот это зал управления, или центр управления. Там был большой экран. Здесь были компьютеры. Они до сих пор, кстати, остались. Экран растащили. Именно здесь обрабатывали все данные, которые получались со всего этого комплекса. Здесь люди работали 24 дробь 7. Интересное помещение. И что здесь необычного? Что здесь не так, как в другом хранилище данных? Дело в том, что оно полностью обшито железом. Потолок, все столбы, все стены. Почему так сделано? Потому что это самое секретное помещение, самый секретный зал. И в этих рэках хранилась информация, именно непосредственно самая подробная, которая приходила из Соединенных Штатов. Здесь даже есть обозначение совершенно секретное. А вот это остатки вычислительного оборудования. И вот интересно, что в старые времена в Советском Союзе в вычислительной технике в больших объемах использовались технические золото, серебро и платина. РЛС Дуга, она была открыта для просмотра туристами только в 2013 году. И до этого времени отсюда, ну опять же это все слухи, но так как этого всего здесь нет, было вывезено порядка 20 тонн драгоценных металлов. А вот это, собственно, друзья, винчестеры. На таких девайсах хранилась информация. С этого пульта управлялись все эти стенды с накопителями на магнитных дисках. Мы уже подходим к самой антенне. И ее длина, как вы помните, 750 метров. А вот это кабельный коридор. Его длина тоже 750 метров. Начинается он вот там с одного конца антенны, заканчивается в другом конце. Здесь проходили кабеля. Внизу силовые кабеля, вот здесь информационные. И для всех любителей и ценителей велосипедов есть информация о том, что военные, чтобы быстрее передвигаться с одного конца в другой, откуда, собственно, есть поворот, и вся информация передавалась в командный центр, передвигались здесь на велосипедах. Как вы видите, дугу даже чуть-чуть пилили. То есть вот эти вот вещи, это уже распил, так сказать, в прямом смысле. Но пилить начали только маленькую и закончили. Объясню почему. Несколько президентов отличились на фоне всей вот этой зоны. Первым был Кучма, который в 2000 году остановил третий энергоблок. Таким образом, Киевская область недополучала электроэнергию на протяжении 16 лет. Самое печальное, помните, мы недавно были в городе Славутич. Там большинство людей остались без рабочих мест, потому что именно там они работали. Второй президент это Ющенко. Он сделал одну вещь хорошую. Он легализировал тех людей, которые здесь живут. То есть людей, которые вернулись сюда после принудительной эвакуации, но в свои дома. А второе, что он сделал, он легализировал, собственно, распил всего, что в этой зоне находится. И вот РЛС тоже начали пилить. Почему я вот за нее начал об этом рассказывать? Потому что ее хотели вообще разобрать, снести. Но дело в том, что разбирать ее в таком виде, как она сейчас стоит, очень дорого и тяжело. Самый правильный способ это положить ее путем взрыва и уже на земле разбирать, делать с ней все, что хочешь. Но здесь есть два важных фактора. Если ее взорвать, она упадет и поднимется пыль вместе с обычной еще и радиоактивной. А также от падения вот такой огромной конструкции будет сильная вибрация. И как поведет себя саркофаг, который над реактором никто не знает. А вон там, друзья, лифт, по которому можно подняться быстренько наверх. Но сейчас он не работает. Гуляя по территории, мы наблюдаем достаточно часто вот такие вот граффити. Аккуратно и интересно нарисовано. Я считаю, это не совсем правильно, но все же. Эти рисунки, как мы видим, они несут какой-то некий подсмысл везде. И здесь мы видим, как нарисован человек в противогазе, то есть рабочий. И рядом турист, и у него типа сверху покемон. Он задается вопросом таким, что если как помните, раньше была игра Pokemon Go. И туристы приезжая сюда, они не хотели узнать интересные информации, пофотографировать, поглазеть. Они хотели словить покемонов. По поводу радиационной обстановки. При норме до 0,3 микроревентген в час, здесь у нас 0,26. Итак, дуга у нас остается за спиной. А вот здесь КПП, там город, который я раньше сказал, называли для скрытия фактов Чернобыль-2. Жители не могли переходить через эту границу, только военные служащие на этом объекте. Сейчас мы находимся внутри здания пожарной части города Чернобыль-2. И здесь интересный зал, вот такой, где есть макет всего, что мы сейчас видели. Это РЛС-дуга. Вот это, собственно, коридорчик длинный, кабельный. Учебный центр, центр управления. Здесь у нас есть котельня, мимо которой мы только что проходили. Ну и, собственно, пожарная часть, где мы сейчас находимся. А все, что вон там, это как раз и есть город Чернобыль-2. Вот это сбоку меня уже жилой дом города Чернобыль-2. Этот многоэтажный дом с расстояния 50 метров легко не заметить. Серьезно, мы прошли один дом. Потом открывается прямо уже под носом второй такой же дом. И с этой стороны третий. Поросло прямо все капитально. Вот это комнаты, друзья. Здесь часть быта даже еще осталась. Стандартные советские планировочки. Это кухня. Вон даже плита есть санузлы. Ванная еще стоит. Здесь даже матрас еще остался. Возможно, на нем какие-то сталкеры обитали. Сейчас мы идем в местный садик. Вот это беседки. Это уже часть детской площадки. Они, кстати, хорошо сохранились. Природа свое не трогает. Прямо возле садика есть конструкция самолета. Советский истребитель. Такая картинка. Немножечко по сегодняшним меркам крипово выглядящая. Зашли в местную школу. И вот это ее спортзал. И здесь достаточно много всего сохранилось. Посмотрите. Брусья, козел, канаты висят. Шведские стенки есть. Даже сетка под потолком еще есть. Сейчас мы, друзья, в классе химии. И здесь даже мензурочки сохранились. Мы сейчас находимся в столовой. И здесь прям места, где готовят. То есть кухня. И я нашел то, что даже у меня еще как-то отрисовалось в памяти. Вот эти стеклянные бутылочки из-под кефира. Меня меняли родители. Да. Когда вы жили, жили. Это, ребята, мясорубка. Из прошлого. И знаешь, я даже на такой работал в вольной столовой. А вот это холодильник. Большой холодильник. Холодильная камера. А вот это магазин. Здесь даже на окнах еще надписи сохранились. Детское питание, кофе, чай. Покидаем РЛС. И едем дальше. Потому что в этих краях можно очень много всего исследовать. Вот это, друзья, новая дорога. Ее построили после аварии уже. А та, которая была здесь раньше, она находится метрах в пяти-десяти правее. Ее уничтожили, так сказать. Потому что, несмотря на то, что пытались провести дезактивацию, она была слишком зараженной. А сейчас перед нами открылся уже вид на саркофаг новый. В народе называют это сооружение арка, потому что похоже форму на арку. И это второе по высоте сооружение в этой зоне. Первое это РЛС. Второе арка. И высота 109 метров. Сейчас мы приехали в село Копачи, которое было полностью захоронено. Потому что дома деревянные. Их невозможно было нормально дезактивировать. И это моторно-тракторная станция в селе Копачи. Здесь у нас есть комбайны, которые обрабатывали местные поля. И они до сих пор здесь стоят. Даже померив дозиметром вот эту технику, можно убедиться в том, что даже она не представляет собой никакой опасности. Где-то 0,50-0,58 микрорентген час. Почему? Потому что, во-первых, чем ровнее поверхность, тем тяжелее закрепляются на ней радиоактивные элементы. Но главное это то, что постоянные осадки, а металл радиацию он не впитывает. Соответственно, все это дело давным-давно смылось. А вот это краз и это поколение краза имело деревянную раму. И в пожаре она не выдержала, естественно, и сгорела. Металлические конструкции деформировались просто. Рама сгорела. Но самое интересное, что здесь есть вот такое обозначение радиации. Это значит, что конкретно этот краз участвовал в ликвидации. В этом селе также есть троллейбус. Хотя троллейбусного сообщения в Чернобыльской зоне не было. Он был временкой для рабочих в старые времена. А до недавно здесь жили сталкеры. Но после пожара, естественно, тут уже жить никто не будет. Тем не менее, есть места, где можно вступить куда не надо. Вот, к примеру, место, через которое мы только что с Саней проезжали. И вот под этой крышкой есть то ли песчинка, то ли еще что-то. Что, естественно, мы трогать не будем. И здесь уровень гаммофона составляет 10 тысяч микрорентген в час. При норме до 0,3. Мы приехали в рыбхоз. Здесь в экспериментальных целях до 2005 года разводили рыбу. Форель и некоторые другие. И пытались понять, можно ли в относительно зараженной местности водить нормальную рыбу. Конкретно вот здесь вода уже была. Вот в этих понтонах как раз-таки разводилась рыба. Так были сетки, ее кормили. И все это под водой было. Почему же здесь было столько воды? Потому что это была часть охладительных конструкций. Тут были насосы. Они работали долгое время. Каждый день, круглые сутки из реки Припять перекачивали сюда воду. Но потом, после остановки станции, это стало не необходимо. Насосы отключили. Природа сама все урегулировала. Остались только вот такие болотца. Как раз вот здесь малек взращивался до определенных размеров в этих колбочках. И потом, когда уже они были достаточно взрослыми, их изымали и погружали вот в те понтоны. А в ангаре по соседству разводили норок, которую как раз-таки и кормили рыбкой. При формировании охладительного резервуара было затоплено два села. И одно из них это хуторногорцы. И вот все, что от него осталось, это вот эта стелла, на которой написано «Вечная память героям». Как понять, что какое-то здание использовалось после аварии? На полу есть пластикат. Это такой материал, он гладкий, его легко дезактивировать. А во-вторых, вы можете увидеть, что он сильно загнут, для того, чтобы пыль было легче собирать с него. Это здание использовалось после аварии. А что делали в этом здании? Здесь как раз-таки изучали влияние радиации на рыб, которых разводили. Здесь мальки прямо с тех времен, причем разных рыб. А еще здесь много бутылок с подводки и других алкогольных напитков. Почему? Потому что, как вы знаете, есть миф о том, что алкоголь выводит всю эту радиацию из организма. Но на самом деле это всего лишь миф. Вроде как красное вино может действительно выводить, но его надо выпить столько, что быстрее почки откажут. Сейчас мы подъедем к градирне, которая строилась одновременно с пятым и шестым энергоблоком, которые, понятно, не достроились. Лестница, в принципе, юзабельная. Туда можно залезть, чего мы делать не будем, конечно же. Но вот леса сверху, они деревянные, с тех самых времен. И поэтому они уже прогнившие. Там прямо лазить вообще не рекомендуется. Ну и тем более здесь все охраняется очень-очень обильно. И если вас заметят, то здесь будет весь Чернобыль. Просто зацените масштабы этого. Вот у этого мурала внутри градирни интересная история. На самом деле это фотография, которую перерисовал в 2016 году художник Гвидо Ван Хелтон из Австралии. Фотография же была сделана Игорем Костиным, фотографом. Это врач одной из киевских больниц, куда привозили пострадавших ликвидаторов. Это, друзья, Хаят-2. Есть даже Хаят-1. И это не отель. Это хранилище отработанного ядерного топлива. Вот здесь у нас замечательная панорама открывается. С одной стороны первые четыре энергоблока. Дальше здесь у нас недостроенный пятый энергоблок и фундамент шестого. Вообще, есть информация о том, что должно было быть 12 энергоблоков. Шесть на этой стороне Припяти и шесть на другой. И, соответственно, должна была получиться самая мощная атомная электростанция в мире с мощностью 12 тысяч мегаватт. По 1 тысяча мегаватт на каждый энергоблок. Первый, второй, третий выводились постепенно. Последний, как я уже сказал, из эксплуатации вывел Кучма. И есть несколько теорий, почему так произошло. Официальные, потому что аварийное состояние. Ну и вот это все понятно. Однако есть еще и версия, что именно с этими реакторами Украина могла получить снова ядерный потенциал. И западные коллеги, грубо говоря, в принудительной мере заставили это все дело остановить. Это все из серии конспирологии. Никто точно не знает, но местные рабочие говорят, что третий энергоблок был самым стабильным, самым надежным и мог еще очень долго работать. И до закрытия он приносил стране 700 миллионов гривен в год. Расскажу вам вкратце про этот саркофаг второй, про арку. Собственно, до катастрофы этот энергоблок выглядел вот таким образом. Вот это сразу после катастрофы, через несколько месяцев. Потом вот так он выглядел до сооружения этой арки. Ну и собственно, что это за арка? Это, по сути, спасательный скафандр, под которым будут разбирать старый саркофаг и извлекать ядерное топливо. Но когда это будет делаться, никто не знает, потому что сначала нужно изобрести какое-то место для хранения высокоактивного ядерного топлива. Эта арка изготовлена из двух слоев нержавеющей стали. Между ними воздушная прослойка, которая потом будет нагнетаться дополнительно. И масса его составляет 36 тысяч тонн. Собирали его в два этапа в 300 метрах отсюда и потом транспортировали. Занимались этим две французские компании. И потом транспортировали на голландских домкратах на то место, где он сейчас находится. И эта конструкция даже внесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая тяжелая подвижная конструкция в мире. Как видите, город Припять прожил недолго. Всего 16 лет. А интересно еще и то, что на одной из фотографий вы можете видеть эту же Стеллу и прямо с нее атомную электростанцию. Потому что всего этого леса не было. Вот такими машинами разравнивали грунты, снимали слои грунтов и захоранивали здания. К примеру, капачи хоронили этими машинами. Этот состав лежит по простой причине. Его тяжелой техникой скинули с рельсов для того, чтобы выпилить с тепловоза двигатель и все тяжелые части с вагонов для того, чтобы сдать на металл. Вот тепловоз. И как видите, двигателя, как я и говорил, нет. Но пилилось все это очень давно. В начале 2000-х. Только что мы были на вокзале и сейчас пересекаем пост, заезжая в Припять. Сейчас мы, оказывается, едем по центральному микрорайону. И я только сейчас понял, что и справа, и слева от меня идут высотные здания. Но их просто уже не видно. Идем к речпорту. Это кафе Припять. С террасой с той стороны она выходила на воду. Вспоминайте эти автоматы. Здесь навесик, под ним лавочки были. И дальше мы выходим прямо на набережную, где базировались те же старенькие ракеты, метеоры. Но тогда они были не старенькими. Тогда они были не старенькими. И очень быстренькими. Как вы знаете, Припять была отселена, но отселяли отсюда людей всего как бы на три дня. То есть люди уезжали и планировали вернуться. А тем временем власти действительно пытались дезактивировать Припять. И интересный факт. Смотрите, вот на той стороне это все искусственно намыто. И изначально это должен был быть шестой микрорайон. Потому что Припять была рассчитана на 80 тысяч жителей, а в ней проживало 50. Там должен был быть еще один стадион, еще одна школа, еще один садик. Но когда катастрофа внесла свои коррективы, туда начали свозить грунт, который снимали. Поверхностный грунт. Но, к сожалению, дезактивировать все это место не получилось. Вот это терраса летней площадки. Здесь, как видите, еще и столики пооставались. Здесь, естественно, деревьев здесь не было. Друзья, это именно та больница, медицинская часть, 126-я города Припять. Не потому, что здесь 126. Наверное, просто так нумерация производилась по региону какому-то. Куда привозили первых пострадавших ликвидаторов именно вот к этому входу. Вот в этот заезд приезжали первые скорые. И тогда медсестры снимали одежды с пострадавших и скидывали их в подвал. Потому что их было очень много. Они тогда не понимали, с чем это дело. Но, как мы уже сейчас знаем, здесь в подвале огромный склад радиоактивно зараженной одежды. И она там до сих пор. У меня было желание спуститься, но мы этого делать не будем. Все-таки голова есть на плечах, потому что там и альфа, и бета, и гамма-излучение. У нас никаких респираторов нет. И не факт, что они бы помогли. Собственно, это вход в подвал, который засыпали песком. Однако, в него можно попасть через окна. Но этого делать не нужно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты просто смотришь на все эти кроватки, на все места, на койки. И грустно. Вот это, друзья, первая школа в Припяти. И она первой начала разрушаться. Причем разрушалась постепенно. Несколько раз. Последний раз обвал случился в 2011 году. Туда мы заходить не будем, ну, потому что, как бы, видите сами. Интересный момент. Магистрали какой-то газовой в Припяти не было. Однако, дома были на газу. Ну, то есть, отопление было газовое. И вы видите, что трубы на домах есть. Как это реализовывалось? Наполнялись специальные резервуары с жиженым газом. И вот интересно то, что вот дом, вот дом, а резервуары вот здесь. А возле них, знаете, что было? Детская площадка. А это музыкальная школа с сохранившейся мозаикой. И в этой музыкальной школе есть актовый зал, где принимались академ-концерты, выступления были всякие. И выглядит он масштабненько. А это кинозал Прометей. Не его главный вход, но надо мной есть его название. И пару кресел я так и увидел. Вот это барельеф перед кинотеатром. И на всех таких мозаиках в том или ином виде здесь отображаются атомы. Здесь прямо в центре атом. Это его излучение. И это как бы символично, что атомы размещены здесь. Потому что электростанция атомная надала жизнь этому городу. Она его, по сути, изобрала. А возле кинотеатра Прометей есть вот такой пьедестал. И здесь располагался памятник Прометею. Именно тот, который перенесли к электростанции, чтобы защитить от вандализма. Символом города, как многие думают, было не колесо, вернее, сегодня является, а был именно Прометей. А теперь мы приехали на центральную площадь города, которая выглядит как ботанический сад. Потому что здесь все в деревьях. Но, как вы понимаете, раньше это была просторная площадь, откуда пробивались виды на весь практически город. Отсюда виден 16-этажный дом с гербом. Здесь есть ДК Энергетик, прям как в Вышгороде, где проводились все важные мероприятия. Отель Полесье известный. А вот это, друзья, прародитель современных супермаркетов в том виде, в котором мы видим их сегодня. Потому что раньше такого не было. А тем более в относительно небольших городах. Тележки здесь не привозные. Они здесь действительно были в те времена. Здесь были открытые холодильники. Здесь все было, в принципе, привычно по сегодняшним меркам. А не такие магазины, как у нас в 90-е, 2000-е. Ну и на самом деле многое свидетельствует о том, что люди здесь жили достаточно хорошо. Если посмотреть на среднюю зарплату, то в среднем она по стране составляла 150 рублей, здесь от 700. И даже вот посмотрите на такую маленькую деталь. Все вывески, включая вот эту, ресторан, имеют полосочки, трубочки. Это не что иное, как неоновая подсветка. Что на самом деле очень дорого, даже сегодня. А еще, я думаю, всем знакомы вот эти знаменитые граффити, которые я рисовала интернациональная группа. Они есть по всей Припяти. Некоторые сохранились, некоторые нет. Вот здесь девочка местная изображена на мячике. Вон там маленький Дональд Трамп появляется. Сейчас я зашел в дворец культуры. Вон то портреты каких-то деятелей компартий я не знаю. А здесь лозунг от Ленина учиться, учиться, учиться. И везде очень хорошо видно, как природа берет вверх над делами рук человеческих. Обратите внимание на вот этот вход и обратите внимание на тополь. Как он просто говорит, ничего не знаю, я буду здесь расти. А это, друзья, советское качество. Карусель, которая работает по сей день. Ее трогаешь и она будет еще долго крутиться. Но самая главная достопримечательность и многие едут сюда посмотреть именно на нее. Это колесо. Которое, кстати, так никогда и не было запущено. Этот парк полноценно не успели запустить. И даже есть несколько мифов. Первый о том, что желтые кабинки подкрашивают. Но это не так. Дело в том, что они сделаны не из металла, а из стекловолокна. И походу даже не нашего, а чешского производства. Еще один миф о том, что в день катастрофы это колесо специально запустили, мол, чтобы отвлечь жителей. Но опять же он разбивается об обычную логику. Потому что когда вы поднимаетесь на колесе, оно выше деревьев, а деревьев этих и не было, то все, соответственно, видно. А это еще одна известная тема. Это машинки. И они работали. На самом деле здесь все было готово к запуску. Что-то уже даже работало. А запуск планировался на 1 мая. Не дотянули буквально чуть-чуть. Честное слово, удивительное место. Место, в которое хочется вернуться. И почему-то в моих мозгах оно было намного меньше вся эта зона. А я понимаю, что за два дня мы здесь с вами не справимся. А сейчас, друзья, знаете, где мы идем? Мы идем по футбольному полю. Это где-то середина футбольного поля. Вы спросите, почему здесь растут деревья? Раньше так строили, чтобы сложнее играть было. И играли лучше, кстати. Ну, а на самом деле, что можно спросить, почему оно холмистое? А дело в том, что здесь снимали грунт. И его, естественно, уже никак не выравнивали. Я уже вижу, ты уже подустал. Я очень хочу кушать. Если вы досмотрели этот момент, поставьте лайк. Он реально уже устал и запарился. Нет, просто я же еду. Надо фоткать, надо снимать, надо все это рассказывать. Это все сильно в кайф, но солнце еще жарит. И мы не ели с пяти... Я не ел с пяти сорока утра. А вот эта трибуна, друзья, на две тысячи посадочных мест. Она очень крутая. На самом деле, такого здания мало где встретишь, не говоря уж про Выжгород, где у нас с трибуной прям совсем какая-то вакханалия. Но при этом, при всем сюда можно было и не ходить, потому что деревьев-то этих всех не было, а вокруг построены дома. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Выезжаем из 10-ти километровой зоны, нас будут проверять. Вставляем ручки. Честь. 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 Ну повезло. Написано Голодный. Езжаем в Чернобыль. Достаточно старый город. Прямо на въезде в Чернобыль есть вот такая экспозиция, где выставлена техника и более привычная нам на заднем плане, но тоже специализированная. И роботы. Это не просто экземпляры какие-то выставочные, это именно те роботы, одни из многих, которые принимали участие в ликвидации последствий катастрофы, работали на крыше третьего энергоблока, потому что крыши четвертого не было. Они очень разные, они все электрические, управлялись дистанционно через провод, но вместе с ними также были задействованы и военные. В принципе, без них можно было бы справиться без военных, но это потребовало бы больше усилий, однако не пришлось бы жертвовать здоровьем и жизнями людей. Вот этот, кстати, похож на луноход, потому что основан на базе лунохода. Ну здесь город даже заселен, и это видно. Здесь живет персонал подрядных организаций и персонал, обслуживающий зону отчуждения. Сегодня мы остаемся на ночь в Чернобыле. У нас здесь отель есть, кстати, их здесь несколько, один государственный и два, если не ошибаюсь, коммерческих есть. Город ухоженный и не заброшенный, выглядит вообще не заброшенным, то есть заселенный, есть даже люди на улицах, ну об этом стоит говорить, и это как бы удивительно, что есть люди на улицах после того, где мы были сегодня. А больше всего меня удивляет, знаете, что в этой всей ситуации, и отчасти даже пугает, что вот ходили мы сейчас по Припяти, смотрели на это все, и было несколько сценариев, которые просто чудом не произошли, из-за которых такой же, как Припять, мог быть Киев, Выжгород и все прочее. Самый простой сценарий это погодные условия. Из-за того, что ветер дул в другую сторону, все радиационное облако пошло в другую сторону просто. И, кстати, заметили первыми, что что-то пошло не так в Швеции на атомной станции, и об этом они начали трубить. Но если бы ветер дул в другую сторону, то это все бы пошло, соответственно, через Киев, и это, конечно, было бы печально. Еще один сценарий, если бы произошел второй взрыв, там были для этого все предпосылки. Еще один сценарий, здесь были ядерные боеголовки, но на самом деле у меня уже голова, если честно, вообще не варят, и язык заплетается просто через слово. Поэтому мне надо сейчас просто поесть и пойти отдыхать. И завтра у нас еще один день, Саня. Да. Итак, друзья, номер. Раз кровать, два кровать, телевизор есть, даже Wi-Fi есть здесь, и даже есть свой санузел. Ванна с душем, ну и туалет. Не люкс, но в таких условиях это шикарно. Здесь даже несколько магазинов есть и даже кафе есть. Сейчас у нас будет ужин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова